Проблема бродячих собак остро стоит как в Якутске, так и за его пределами. Случаи нападения на людей, в том числе и детей, происходят регулярно. С начала года в пункты передержки по всей Якутии доставлено почти 10 тысяч безнадзорных животных. Галина Погодаева продолжит. С 15 сентября в Якутске стартует двухмесячник по регулированию численности безнадзорных домашних животных. С начала этого года в пункт передержки от населения поступило более 3 тысяч заявок. Проблема остро стоит не только в столице. Случай, произошедший в Ленске чуть больше месяца назад, напугал всю округу. Дети боялись выходить на улицу. Жертвами бродячих собак стали 10 юных ленчан. Артуру Халикову досталось особенно. После укусов в области шеи и уха ребенок стал панически бояться собак. Он боится выходить на улицу. Он спит очень плохо. У нас рваная рана ухо и шеи. И он из-за этого дергается. Он говорит, пока собаку не ликвидируют, я на улицу не выйду. По мнению заводчиков, сложившейся ситуации виновны сами хозяева питомцев. Часто отпуская собак, служивших охранниками дома, на воле, без цепи, животные проявляют агрессию. Тем не менее, работа по контролю за численностью безнадзорных животных ведется. По данным Департамента ветеринарии Республики, сегодня на территории региона функционирует 199 пунктов передержки собак и кошек. Что на 22 больше, чем в прошлом году. В пункте передержки доставлено в целом по республике 9825 голов. И в том числе, может вы скажете, а почему больше доставленных, а меньше отрубленных, да? То 1599 животных приносят сами хозяева. Случаи нападения на людей, в том числе и детей, не единичны. По совету кинологов, при встрече с агрессивно настроенным псом, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Желательно уйти и не поворачиваться задом к собаке. Это первое. Если очень крупная собака, то есть напугать ее не удастся. С более крупными собаками желательно как бы просто остановиться и стоять, лучше не шевелясь вообще. То есть никаких резких движений не делать, чтобы собака, ну, она может просто подойти понюхать и уйти. Двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных поможет намного улучшить ситуацию в столице республики. Однако самое главное, по мнению специалистов, это осознанное отношение людей к решению обзавестись питомцем. Галина Погодаева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутия.